Мы хотим начать с матча, который особенно всех нас огорчил. Сейчас еще трудно поверить в реальность того факта, что Спартак потерпел столь сокрушительное поражение. Первые две грубые ошибки Досаева, которые привели к забитым голам нашего рота, показались случайными, хотя приходится с грустью констатировать, что наш вратарь на выходах довольно часто допускал промахи и в других матчах. Но в этом он был просто неузнаваем. Два мяча провел Нойбер. Но, видно, Константин Иванович Бесков еще не предполагал, что положение более серьезно, чем казалось на первый взгляд, и поэтому наблюдал за ходом игры, как всегда, с трибуны. А когда после мощного удара издали Орденевица влетел третий мяч в сетку ворот Спартака, стало ясно, что прозвенел, так сказать, последний звонок, и надо срочно спасать положение. Спартак все выглядели растерянными. Их редкие контратаки были неподготовлены и на редкость примитивны, а волевой настрой, можно сказать, был близок к нулю. Мы возлагали надежды, что перерыв выведет лидера нашего чемпионата из-за цепенения. И по первым минутам второго тайма казалось, что наши надежды оправдаются, когда Черенков, который, пожалуй, единственный, кто реально досаждал в защите соперников, забил ответный гол. Вот, посмотрите. Удар и мяч в воротах. Но наша радость оказалась преждевременной. Спустившийся на поле Туван совершенно запутал защитные построения Спартака. И только приходится гадать, как рослые с Услопаров и Бубнов раз за разом проигрывали все верховые дуэли. Зауэр посылает еще один мяч в ворота гостей и доводит счет до того результата, который был зафиксирован в Москве. 4-1. Дополнительное время должно было расставить все точки над «и». Но, к сожалению, для спартаковцев в грамматике футбола больше преуспели хозяева поля. И вновь Досаев слишком долго решал, выходить ли ему на перехват или ждать удара на линии ворот. Время было потеряно, и мяча он достать уже не смог. 5-1 после очередного удара головой Риддле. Шестой гол, который провел Бургсмюллер, был логическим следствием беспомощной, неузнаваемой игры защитников Спартака. Что касается вратаря, ему оставалось только проводить мяч глазами. И, конечно, слабое утешение для московских футболистов. Гол красавец, забитый по сульку, который вышел на поле только во втором тайме. И, как знать, может быть, вступи молодой футболист в игру раньше, и ему выпала бы честь стать героем матча. Но, впрочем, это все из области фантазии. А реальность, прямо скажем, плачевна. 2-6 и выход из борьбы за кубок УЕФА. В данном случае наша команда, которая на протяжении всего сезона, довольно-таки так стабильно играла. Не случайно, по всей вероятности, что с первого тура до 28-го тура все время в лидер ходил. И вот эта игра вселила уверенность у футболистов, что счет 4-1 уже, по сути дела, обеспечен выход в следующий тур. Еще не было такого случая, чтобы команда наша за рубежом могла так крупно проигрывать. Поэтому рассчитывали, что эта игра сложится так, может быть, мы проиграем два мяча, но в целом победа останется за нами. Это просматривалось, что где-то психологическое такое состояние на тренировках просматривалось, что не полностью отмобилизованы люди, где-то неправильно дают оценку предстоящего того противника. Все попытки как-то водушевить людей, разъяснить ни к чему не привели. Защита настолько играла разрозненно, настолько много было самых непростительно грубых ошибок, которые привели к такому большому счету. По-моему, это в этом сезоне только похожий матч был у нас с Вильнюсом. Ну, есть и другие причины, они, может быть, тоже где-то объективные. И в смысле перелетов, как раз здесь сложилось так, что у нас 7 человек, можно сказать, не проводили почти тренировок полноценно до 3-го числа. То есть игра была у нас с Араратом. До этого 5 человек были в первой сборной, один в Олимпийской. Приболел немного у нас Родионов. Вот так сложились еще обстоятельства, что команда, конечно, играла ниже своих возможностей. И я даже скажу больше, что отсутствие нашего левого защитника, Сурова, в какой-то степени тоже несколько ослабил наш оборот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!